Рост платы граждан Заместитель министра строительства из ЖКХ «Края» взял на контроль ситуацию с тарифами на коммунальные услуги в Филимоново. Сельчане утверждают, всего за месяц расценки выросли на 100%. Лицей номер один принят к началу учебного года. Успехов, удачи, хорошего начала. Сегодня в Канске началась приемка школ к новому учебному году. В первый день работы комиссия объехала учебные заведения правого берега. Здесь действительно много, можно сказать, положительного, которое дала дивизия для Каннска, Красноярского края, вообще России матушки. Сегодня исполнилось 75 лет со дня образования Орловско-Берлинской краснознаменной ордена Ленина дивизии, которая дислоцировалась в нашем городе с 1983 по 2007 годы в Солнечном. На празднование юбилея возле бывшего штаба дивизии собрались ветераны-ракетчики. И теперь обо всем подробнее. Коммунальный беспредел. Именно так описывают жители Филимонова ситуацию, сложившуюся в селе с тарифами на услуги ЖКХ. Всего за месяц они выросли почти на 100%. Сегодня, чтобы разобраться в проблеме с филимоновцами, встретились представители Министерства строительства и ЖКХ края, законодательного собрания и муниципальной власти. Ситуацию, сложившуюся в жилищно-коммунальном хозяйстве Филимонова, можно назвать слоеным пирогом. Жители стали заложниками сложных взаимоотношений между муниципальным предприятием «Филимоновский жилищный комплекс», ООО, собирающим платежи, и поставщиками ресурсов, собственниками котельной и теплосетей. В результате запутанной схемы муниципальное предприятие погрязло в долгах. Еще весной сельчане могли остаться без тепла. Теперь же суммы в квитанциях за коммунальные услуги растут, словно грибы в дождь. Каждый дом отдельный калифер, где меньше, где больше. А хотя все одинаковое. Всего будет уже квартира 8 тысяч, а дай всю пенсию на чужие линии. Мы получаем пенсию 9 тысяч. Эти и другие наболевшие вопросы сельчане адресовали заместителю министра строительства и ЖКХ края Евгению Афанасьеву, который приехал в Филимонова по просьбе депутата ЗАГСобрания Юрия Швыткина. Парламентарий уже не первый месяц держит ситуацию на контроле и считает, что решать ее нужно в кратчайшие сроки, так как нервы людей наколены до предела. Представителям власти филимоновцы продемонстрировали квитанции с непомерно высокими суммами. По закону они должны были вырасти не более чем на 4,4%, на деле же почти на 100%. Рост платы граждан, он ограничен и защищен государством, вот этим индексом. То есть вы не можете переплачивать более. Все, что будет более, компенсирует государство, предприятие. Поэтому, еще раз повторяю, мы в этой ситуации, вот этой платежки, мы разберемся. Тем временем жители села пытаются разобраться в запутанной истории и другими путями, направляя петиции в надзорные органы. Подписи мы собрали, мы отправлять будем бумагу в прокуратуру с просьбой о том, чтобы разобрались и как-то, по какой причине, вот так быстро и очень резко подняли тарифы. Все, население подписалось. Еще одна проблема, требующая вмешательства региональной власти, долги муниципального предприятия. Погасить их за счет местного бюджета администрация Камского района не в силах. Решено привлечь кредитные средства. На сегодняшний день даду задание финуправлению, чтобы подготовили полный пакет документов, и обратились в Министерство финансов Красноярского края для того, чтобы получить кредит, для того, чтобы все вот эти долги наши закрыть и все соснабжающие организации. Только объединение усилий краевой исполнительной и законодательной власти и муниципалитета поможет выровнять положение, уверен Юрий Швыткин. Неприятная история, длящаяся более года, близится к финалу. Эта ситуация не сегодня случилась, она еще вчера-позавчера назревала. Я же чувствую, как это все происходило. Меры, которые будут приняты. Я лично возьму на контроль написание обращений, подготовку документов Министерства финансов по получению кредита. Направим сюда соответствующих специалистов, да? Я же правильно понимаю? В благополучном разрешении ситуации уверен и замминистра, который также привлечет к разбирательству компетентные органы. По этой ситуации мы проведем определенную работу, разберемся. И я полагаю, что служба строительного надзора и жилищного контроля свой вердикт вынесет. Наталья Никонова, Михаил Колотушкин. Новости. В другим темам. Комфорт горожан под контролем депутатов. Накануне мониторинговая группа вновь посетила несколько важных для жителей Каннска объектов, на которых оценила объемы качества выполненных работ. На этот раз депутаты также обнаружили несколько серьезных проблем. Каких узнавала наш корреспондент Татьяна Лисогор. Первые депутаты посетили детскую площадку в северо-западном микрорайоне, а точнее место, на которое она уже должна быть построена. Несколько недель назад парламентарии побывали здесь и высказали опасения, что сроки реализации важного социального проекта могут быть сорваны. Так и получилось. За это время рабочие убрали старые конструкции, отгрейдировали территорию и все. Сейчас жители окрестных домов и без детской площадки, и без сушилок для белья. А ведь сдать объекты должны были еще 8 августа. К этой дате на сегодняшний день должны быть уже архитектурная форма малая, спортивный, игровой комплекс. К дню города это был бы очень уместный подарок, и мы с подачей отдельных чиновников администрации об этом говорили, что в принципе к юбилею города этот подарок будет уже здесь на месте, и горожане порадуются. К сожалению, обещания сдержать не удалось. То есть городка на сегодняшний день, к сожалению, мы не видим. Поэтому сейчас будем выяснять, на какой стадии все-таки исполнение вот этого заказа. Вторым местом, где депутаты проконтролировали выполнение работы и освоение бюджетных средств, стала гимназия номер один. Здесь, наконец, сдали долгожданный переход между двумя корпусами учреждения. 1 сентября гимназия будет открывать свои двери для учеников и родителей гимназии. Я надеюсь, нам будет здесь комфортно. Мы избежим теперь возможности переходить из корпуса в корпус по улице. Однако радость омрачают многочисленные недочеты, на которые обращают внимание депутаты. Хотелось бы ужесточить контроль к дальнейшим таким объектам со стороны администрации, потому что в мой адрес жители много обращалось. И так вот дорога, которая шла за образовательными учреждениями, была не в хорошем состоянии, еще хуже стало, то есть забор убрали. Помимо этого, в переходе не предусмотрены гардеробные. На первом этаже сырость и вздувшаяся потолочная плитка. По фасаду здания уже стекает вода из-за отсутствия элементарного козырька. Депутаты планируют обратиться в администрацию города и службу строительного надзора, чтобы выявленные недочеты были оперативно устранены. Иначе может получиться, что бюджетные средства потрачены впустую. Татьяна Лисогор, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Переход в первой гимназии осмотрела сегодня и комиссия по приемке школ к новому учебному году. В ее состав вошли представители надзорных органов, общественность, члены депутатского корпуса и представители управления образования. Сегодня проверки подверглись школы «Правого берега». С ее результатами ознакомимся далее в сюжете. Лицей номер один принят на начало учебного года. Успехов, удачи, хорошего начала. Такое решение принял председатель комиссии после того, как заслушал все отзывы участников о состоянии лицея номер один. В этом учреждении было освоено более миллиона рублей на подготовку к новому учебному году. Большая часть средств ушла на установку новой пожарно-охранной сигнализации. Однако остались и нерешенные вопросы. Заглянули мы в подвал, посмотрели, там действительно были очень серьезные протечки. И, как вообще говорит персонал, там вода ручьем бежала. То есть мы так понимаем, что это подрядчик не очень качественно сделал. И сейчас в этой ситуации, ну давайте так, не так уж много у нас таких спортивных объектов, плавательных бассейнов, там мало в городе. И, конечно, хочется, чтобы он функционировал. И депутатский корпус в данном случае уже давно этот вопрос рассматривал. Было принято решение деньги выделить. Это, ну скажем так, вещь дорогостоящая. И, наверное, миллионов 12. В апреле этого года объект был принят на баланс города. Сейчас конкурсная документация выставлена на торги. Предполагается, что через 20 дней будет определен подрядчик, который в течение трех месяцев должен будет выполнить долгожданные работы по восстановлению бассейна лицея номер один. Еще одна беда у школ – это протекающие кровли. В прошлом году ремонту подверглась кровля 19-й школы. Сейчас решается вопрос по реставрации крыши в гимназии номер один. А учителям и детям 15-й школы пока придется подождать. Проблема эта уже достаточно длительная. И мы получили в этом году предпочтение Роспотребнадзора на замену кровли, частичную замену кровли, потому что мы уже не первый год своими силами пытаемся сделать все возможное, чтобы кабинеты были достойными, чтобы не протекала вода. Но, к сожалению, уже последние годы нам все труднее и труднее самим справляться. Недостаточное финансирование не позволяет обеспечить должную безопасность школьников. К примеру, система видеонаблюдения установлена лишь в девяти учебных заведениях Каннска. После решения вопроса с туалетными комнатами укомплектация видеокамерами ставится в приоритет. Во всех школах города в течение нескольких последних лет мы занимались туалетами. Туалеты как бы приведены в соответствии. То есть установлена новая система канализации, установлены новые унитазы, кафель положен. Мы в этом году достаточно большое количество средств, где-то в пределах 300 тысяч, потратили на решение вопроса подводки холодной воды, водоснабжения для мытья рук в туалетах начальных классов, в кабинетах химии, биологии в шести школах. Общее впечатление у членов комиссии осталось хорошее. Те школы, что они сегодня объехали, ими приняты. Впереди приемка школ Левого берега и детских садов. В продолжении темы образования. Подготовка проектной документации для строительства нового здания школы номер 21 сдвинулась с мертвой точки. Администрация Канска передала проектировщикам все необходимые бумаги для прохождения государственной экспертизы проекта. Все сделали, да. С задержкой, конечно, с проблемами, но все сделали. Документы даны в экспертизу. Экспертиза работает, устраняем замечания. Срок получения заключения антировочное – первая декада сентября до 10 числа. Напомним, вопрос строительства нового здания для одной из самых крупных по количеству учащихся школ Канска решается уже несколько лет. Сначала были проблемы с выбором площадки. Потом, когда территория была определена, возникли сложности из-за отсутствия технических условий по подключению к электрическим сетям. Этот и другие вопросы на личном контроле держали и министр образования и науки региона Светлана Маковская, и депутаты Краевого законодательного собрания. Вопрос с датой начала строительства школы до момента получения экспертного заключения остается открытым. Ранее звучала информация, что строители начнут работу уже в этом году, а сдадут школу в 2018-м. Смотрите выпуски новостей после короткой рекламы. Как отметили ветераны-ракетчики юбилей бывшей дивизии, располагавшейся в Солнечном. В преддверии открытия сезона охоты сотрудники полиции рекомендуют владельцам оружия заранее подготовиться к нему. Наша съемочная группа побывала на юбилее известного в Канском районе человека, бывшего председателя Совета ветеранов. Эти и другие темы подробнее через пару минут. Полезная газета «Пятый канал». Новости, аналитика, интервью. Самая полная база вакансий Каннска и Каннского района. Автообъявления и другая актуальная информация. Читайте полезную газету, издание, которое мы делаем для вас и вместе с вами. Юбилей любимого города посвящается. Первый фестиваль детско-юношеского творчества «Территория талантов». Ты молод и креативен? Ты поешь, танцуешь, пишешь, рисуешь? Тогда делись своим творчеством со всем городом. Подавай заявку, участвуй, побеждай. Каннск, Каннский и Держинский районы. Территория талантов ждет вас. Организаторы конкурса. Телекомпания «Каннск. Пятый канал». Территория нового отдыха Канны. Общественная молодежная организация «ФУРО». Партнер проекта «Мастерская праздник дизайн». Каждому торжеству свое настроение. Телефон 2-22-10. Телекомпания «Каннск. Пятый канал» при содействии торгово-развлекательного комплекса «Порт Артур» представляет. Социальный проект, посвященный 380-летию Каннска. Благоустройство в каждый двор. Вы живете в многоквартирном доме и своими силами облагораживаете двор? Тогда звоните 2-35-65. Вы живете в многоэтажке, где двор не благоустраивается ни один год? Тоже звоните 2-35-65. Жители дома с самым красивым двором ждет специальный приз. А там, где благоустройства нет вовсе, мы поможем выполнить всю работу. Благоустройство в каждый двор. Генеральный партнер проекта «Супермаркет. Мир подарков». Сельское хозяйство Красноярского края развивается ударными темпами. Объем валовой продукции вырос на 6 миллиардов рублей. В текущем году будут модернизированы 12 объектов сельского хозяйства. Количество продукции от местных производителей в 2016 году увеличится до 50%. Красноярские фермеры получат самую большую финансовую поддержку в Сибири. Развитие края на благо людей. Добрый день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗАПОРТ 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 Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе получить в соответствующей территориальной, либо участковой избирательной комиссии открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования. 18 сентября. Единый день голосования. Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. Каннские ветераны-ракетчики сегодня отмечают 75-летие со дня образования Орловско-Берлинской краснознаменной ордена Ленина дивизии, которая дислоцировалась в нашем городе более 20 лет в Солнечном. С каким настроением отмечают эту дату люди, отдавшие годы службы в ракетных войсках, расскажет Евгений Гамзюков. 8 августа 1941 года была сформирована особая авиационная дивизия дальнего действия. И уже 10 августа это соединение приступило к первой со дня Великой Отечественной войны бомбежке Берлина. Именно эта дивизия впоследствии обрела имя Орловско-Берлинской краснознаменной ордена Ленина дивизии. И в 1983 году получила постоянное место дислокации в нашем городе. Дивизия для Каннска значимая, потому что здесь многие нашли работу, семьи образовались. Здесь действительно много, можно сказать, положительного, которое дала дивизия для Каннска, Красноярского края, вообще России матушки. В 2007 году по решению Министерства обороны в результате реорганизации войск РВСН соединение в Каннске было расформировано. Собравшиеся отметить юбилей дивизии ветераны с сожалением говорят о том решении. А годы службы в ракетных войсках вспоминают только с положительной стороны. Может быть, когда служили, были всякие трудности и все эти перестройки наши, все бы прошли. Но, тем не менее, вспоминаем все сейчас только в хорошее. Плохой забывается быстро. Не все каннские ракетчики с развалом дивизии ушли в отставку. Многие продолжают нести службу в рядах РВСН до сих пор, но уже в других регионах нашей страны. У нас продолжает очень много каннских, причем продолжают служить. Очень приятно, что начинал свою службу командиром группы дивизиона. Сейчас дослужился до начальника штаба РВСН, это Рева Иван Федорович. Поэтому, по возможности, конечно, передаем ему привет. Очень приятно, что многие продолжают служить. На празднование юбилея собралось немного сослуживцев, но всех их объединяет крепкая воинская дружба и годы службы в дивизии, старший родной. По военному поднимем чарку за тех, кто сейчас на боевом дежурстве. Поднимем чарку за тех, кого нет уже в глубоком сожалению. Вспомним. Естественно, есть о чем поговорить. Здесь действительно судьба каждого ковалась. Евгений Гамзюков, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Стражи порядка проверят законопослушность охотников во время осеннего сезона. Он стартует 27 августа. С этого дня будет разрешена добыча боровой и водоплавающей дичи. Сотрудники полиции рекомендуют владельцам подготовиться к сезону заранее и привести в порядок как оружие, так и все необходимые документы. Осенний сезон охоты на боровую и водоплавающую дичь открывается 27 августа. Сотрудники полиции рекомендуют владельцам оружия заранее привести в порядок разрешительные документы на имеющийся арсенал и освежить в памяти правила нахождения в охотничьих угодьях, транспортировки и ношения оружия. В первую очередь оружие должно храниться в чехле, в местах, недоступных для посторонних. Также нахождение в пьяном виде с оружием строго запрещено. За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения права хранения оружием, хранения и ношения на срок от одного до двух лет, а также конфискация оружия и штраф до 5000 рублей. Уже в день открытия охотничьего сезона полицейские лицензионно-разрешительные группы совместно с сотрудниками природоохранных ведомств усилят контроль за соблюдением правил охоты и закона об оружии. В период сезона совместно с представителем охраны природных ресурсов будут проведены специальные рейдовые мероприятия для предупреждения пресечения правонарушений в сфере оборота оружия, а также правил охоты. В случае выявления факта ношения огнестрельного оружия гражданином, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит наказание не только в виде штрафа, но и конфискация оружия и патронов к нему. Также нарушитель может лишиться права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет. Бывший председатель Совета ветеранов Каннского района отметил свой 85-й день рождения. Праздничный вечер и встреча с дорогими гостями прошли на территории нового отдыха Канны, где организация праздников для ветеранов и пожилых людей стала уже доброй традицией. С юбиляром пообщалась и наша съемочная группа. Свой 85-летний юбилей Михаил Леонтьевич Токарев отметил 31 июля. Его поздравили все родные и близкие. И даже подарили велосипед, так как спорт занимает не последнее место в жизни ветерана. А сегодня за праздничным столом собрались друзья, коллеги, сын и жена, с которой, к слову, он прожил 65 лет. До сих пор он для меня задатка. Вот так. Вот так очень. Секрет в моей жизни. И вот следующее, вот идущее десятилетие, я все-таки разгадаю успешного молодости. Много добрых слов было сказано в адрес юбиляра его коллегами, с которыми долгое время Михаил Леонтьевич проработал в районном совете ветеранов. За его прекрасную работу, за его участие в воспитании молодежи, за все это он был награжден почетным ветераном Красноярского края. Первый у нас в районе. Свой день рождения ветеран отметил в ресторане «Канны». Такой подарок преподносят всем ветеранам войны и труда руководители заведения. Идея зародилась еще два года назад. Тогда пожилые люди изъявили желание отмечать здесь свои праздники. Такие как 9 мая, день пожилого человека, Новый год или день рождения. Сотрудники ресторана уже не в первый раз поздравляют своих дорогих гостей. Переросло еще в большую традицию, более глубокую традицию. То есть мы от своего заведения ресторана «Канны» начали юбиляров ветеранов поздравлять в качестве подарка, справлять им день рождения, чтобы они приходили к нам, чувствовали себя как дома. Это нужно делать, потому что их так много осталось, и мы их хоть чем-то должны отблагодарить за то, что они сделали для нас. Собрались все близко знакомые, все собрались. Спасибо им, что они меня не забывают. Самое главное – не забывают. Устроили такой праздник сегодня, молодцы. За праздничным столом юбиляр вместе с дорогими гостями вспомнил молодость, пересмотрел старые фотографии и много говорил о том, с чем долгое время была связана его жизнь – о любимой работе, селе и сельском хозяйстве. Татьяна Лисогор, Александр Минеев, телекомпания «Канск», Пятый канал. В завершение информация для владельцев автомобилей. Завтра, 11 августа, временно будет перекрыто движение транспортных средств в связи с проведением репетиции на территории центральной части города по улице Московской на участке от улицы Советской до улицы Ленина с 18 до 21 часа. Впереди подробный прогноз погоды на четверг. А я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65. А узнавать о происходящем не только в городе, а также в крае и стране можно на нашем сайте. Не забывайте, заходите на наши странички в социальных сетях. С вами была Ольга Ванеева. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на пятом канале. С вами Татьяна Лисогор. 11 августа не отмечено в российском календаре никакими официальными праздниками. Однако эта дата отмечена в энциклопедиях рядом интересных фактов. Так, в этот день в 1337 году преподобный Сергей Радонежский основал монастырь, впоследствии ставший Троица Сергеевой Лаврой. В 1959 в Москве открыт международный аэропорт Шереметьево. А в 1973 в СССР начали показывать фильм «17 мгновений весны». 11 августа пасмурно. Дождь. Ветер северо-западный 1,4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура ночью плюс 11, плюс 15. Днем плюс 15, плюс 19. Несмотря на то, что происходит за окном, желаю вам всегда хорошей погоды в доме. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова